Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают совсем уехали, или так все-таки? Кто, немцы? Я не знаю, я их не встречала, но я слышала, что они вернулись многие, потому что в Казахстане очень хорошо жить. То есть, как хорошо. Я-то помню, когда мы уезжали, это был 90-й год, весь аэропорт Шереметьево был забит немцами из... Ну, откуда они там ехали, я уж там не знаю, ну, в частности, из Казахстана. И им-то негде было в Москве остановиться, и гостиниц там не было, и они там по 3-4 дня жили прямо в Шереметьево, и там заходишь в туалет, и там люди моются, ну, просто они там вот так, и по-немецки, заходишь, там весь аэропорт по-немецки говорит, так интересно было. Как Германия, да? Ну, вроде вид, как колхозники обычные, а говорят по-немецки, такое необычное. Ну, что же, хорошо, так, октабе, в Казахстане насколько вот человеку принципиально владеть казахским языком, потому что вот я знаю, что многие люди живут, скажем, вот русские, и не владеют. Они реально ущемлены в каких-то своих возможностях. Абсолютно нет. Я считаю, что русскоговорящие люди спокойно живут в Казахстане, взаимодействуя с государством, государственные органы спокойно могут принять русскоговорящих, но я заметила в последнее время, что очень много русскоговорящих, которые сами предпочитают выучить казахский язык. Что разумно. Да. Жить в Казахстане и учить казахский язык, да. И это несложно. И по последним данным, насколько я читала, очень много людей, которые сейчас владеют казахским языком. Ну, хорошо. Жили вы, никого не трогали. Закончили университет. Работали? Да, я работала учителем. В колледже преподавала. А, то есть не с детками. Да, там уже 14-15 лет и старше. Это колледж? Да. Это колледж, это как? Это среднее специальное образование? Техникум? Да, они дают... Не техникум, это среднее специальное образование. После 9-го класса школы, они, люди, которые не хотят дальше учить 10-11 класс, они могут перейти в колледж. И там профессию получают? Да, они получают базу 10-11 класса. ПТУ? Плюс, да, наверное, я не знаю, что такое ПТУ. Да, и получают специальность. То есть это дает шанс ребятам взять специальность дипломы, работать и потом заочно поступить. Ну, они реально мотивированные были ребята или шалопаи какие-то? Когда как. Есть группы, где мотивированные ребята есть, а есть, у которых просто школа попросила вежливо пойти в колледж. Вместо тюрьмы. Нет, ну я шучу. Хорошо, это перед, перед, значит, на пути. Хорошо. Жили вы, жили, никого не трогали. И вы такая совсем маленькая, я вот вижу. А уже и поработать успели, и в Америке. Как давно в Америке? Полтора года. Уже и в Америке полтора года. А в Америке работали? А, нет. Так, приехала и все. Да, приехала и... А как же? Вот сейчас все сидят и думают, все думают, первое, они думают, замужем или нет. А второе, они думают, а как в Америку попало? Да, я замужем, замужем и в Америку попало вместе с мужем, как... Вместе с мужем? Ну... То есть он уже тут был? Да, мы приехали сюда, я как dependent. Нет, все-таки вы уточните, я-то думал, что муж уже был в Америке, а вы к нему приехали. Ну, да, он в Америке уже был, как бы, я приехала за ним, или к нему. А он еще не был гражданином? А он и нет, он и не гражданин. Так подождите, а вы... он был по рабочей визе, что ли? Да. Я понял, он был по рабочей визе, вы к нему приехали как супруга, dependent, как виза H4, да? Да. И у вас еще нет гринкарты? Нет. А что есть? H4. То есть у вас H4 и AD, разрешение на работу есть? Да, да. Ага, вот оно что. Понял, а недавно есть или как? Разрешение на работу? Да, полгода, наверное, уже. Ну, хорошо, а вот эти полгода, вам не хотелось куда-нибудь побежать работать куда-нибудь, я не знаю, в магазин, или, может быть, в школу, ну, или куда-то, где вот работа есть? Вначале хотелось, конечно, потому что жить, не работать для меня как-то очень странно было. Так. Вот, но мы так с мужем посовещались, подумали, что нужно начать сразу с большого. А муж знал про нашу школу? Да, он знал. Чем муж занимается? Он инженер. Ну, какой? Я не знаю, он рассказывает, но я что-то не особо не знаю. Но именно компьютерный? Нет, он не компьютерный вроде, потому что если бы он компьютерный, я бы знала его, потому что я сейчас взаимодействую с компьютерами. А он какой-то еще? Хорошо. А что вам нравится, что-нибудь в Америке? Что нравится? Сервис нравится. Нравится природа, погода, мне нравится погодный слой, климат. Здесь, я вообще теплолюбивый человек. Неудивительно. Да, и в Казахстане очень холодно зимой. Да вы что? Да, очень холодно, поэтому здесь мне очень погода. А народ симпатичный здесь? Здесь? Да. Да, разные бывают. Ну, как, на вкус и цвет товарищей нет. Понял. А в Актабе народ симпатичный? Да. Так улыбаются? Да. То есть есть такое? А вот, например, здесь бывает так, что ты идешь, никого не трогаешь, тебе раз, какой-то комплимент. Да. А в какой у вас замечательное розовое платье в стиле сафари? Да, бывает. Да, здесь... А в Актабе тоже так? Нет, только если это знакомый человек. А так с улицы кто-то подойти и спросить, ой, какая у вас там красивая сумочка или что-то другое, нет. Это неприлично уже, как бы пристает, получается. Да, это больше, если ты знакомый человек, да. А здесь, да, могут совсем вообще незнакомый человек подойти и сказать, о, какая-то красивая где-то купила. Конечно, когда красивая девочка, так ей все говорят, что она красивая. Она говорит, ой, опять вы о своем. Не до этого. Муж знал про нашу школу, а вы просто ему доверились и говорите, раз муж сказал, значит, так и есть. Нет, вообще-то я не сразу доверилась, потому что я решила посмотреть на канале вашем занятие ваше. Онлайн, который вы записывали. На английском? Да, на английском. Я послушала, посмотрела, поняла, что да, я смогу с этим справиться. Потому что человек, как я не технический изначально, я думала, что это такое, может быть, это что-то техническое, я не осилю. Посмотрела ваши пару видео, поняла, что это понятно мне. Из Казахстана народ абсолютно с правильным отношением к делу. Они говорят, берем и делаем, что это рассуждать-то? Ты говоришь, берем и делаем. И у них тогда все получается. Как только начнешь, а это я могу, а это я не могу, а кто я такой вообще, чтобы это мочь? Значит, вот тогда начинаются проблемы. Я считаю, что народ из Среднязии более такой правильный. Вот они так, без рассуждения, только они берут и делают. Это единственный такой правильный путь. Значит, теперь давайте вот что. Вы у нас тут, вы уже закончили или где-то? Я закончила. Вот только-только? Да. Дело в том, что Дина пришла на интервью. И одела вот это красивое розовое платье. И я сказал себе, я не могу лишить нашего зрителя радости созерцания красивой девушки в розовом платье. Потому что я сам вижу такое первый раз вот у нас в офисе, и я абсолютно, что называется, в эксайтменте подумал, это должны видеть все. Потому что если красоту не показывать, то она мир не спасет. И так вот будет, как этот паровоз братьев Черепановых. Значит, вроде был паровоз, а дальше никуда не поехал. Понимаете? Вот. Поэтому мы не повторим судьбу паровоза. Мы вам показывали красивую девушку в красивом платье. И девушка была на интервью сегодня. Ну как? Мне понравилось. Это было мое первое интервью. Так. Надеюсь, розовое платье сделало свое дело. Потом все сказали, это все из-за платья. Шучу. Мне очень понравилось, да. Но они не жестко, они не прессуют. Нет, абсолютно нет. Они очень улыбчивые. В принципе, как и все американцы. Это американская женщина была? Я национальности не разбираюсь, но да, американская. Белая такая? Да, белая. Очень улыбчивая, отзывчивая. Мне очень понравилось. Не было такой напряженной ситуации в кабинете. А вот вы можете отличить казаха от киргиза? Вообще? Вообще. Да. Да, но каждый раз ошибаюсь. Так, хорошо. А вот скажем, русского от украинца? Только по говору, наверное. Если как услышу, как разговаривать. А так чисто внешнего-то не отличить. Понял. Ну, хорошо. Ладно, идем дальше. Вы пока учились. Вот вы гуманитарный такой человек. В общем-то, не инженерный. Что было самым сложным из того, что у нас тут? Самым сложным? Да. Ну, наверное, ничего такого сложного прям не было. Все нормально, как бы. Все то, что компьютер знает. Да, главное, чтобы знать компьютеры. Если ты совсем навы с компьютером, то, конечно, тяжело. У меня такой ситуации не было. Ну, вот, например, автоматизированное тестирование вы изучали. Автоматизирование немножко тяжелее, если ты не знаешь язык программирования. Вообще никакой? Да, если совсем никакой не знаешь. А вы какой-нибудь знали? К сожалению, нет. Так, ну справились. Да. В принципе, если постараться, то можно. А вот есть какое-то эстетическое удовольствие, когда вот так написал что-нибудь на Джаве? Да, на Джаве. На Джаве. Что-нибудь такое написал и заработало. Слушай. Да. Или, например, там какой-нибудь скрипт, и он там пошел в каком-то поле написал, кнопочку нажал, потом откуда-то прочел, с этим сравнил. И раз тебе результат такой красивый. Да. Есть кайф, правда? Да, я, когда первый раз так получилось, я закричала и с места спрыгнула. Причать, да. Получилось, получилось. Да. У меня это было, правда, не на софтвере, я-то хардверщик сам. И когда я после института в КБ пришел работать, и первый раз мне какую-то схему там надо было сделать. Я схему быстро сделал, но надо было ее спаять, надо было ее там к приборам подключить, чтобы все эти измерения с нее снять. И она не сразу заработала, в частности, потому что я плохо паял, у меня отваливалось все время. То есть инженер, знаете, такой математический вундеркинд, как бы паял плохо. Вот, но я научился потом. И вот, когда в итоге все заработало, и вот эта картинка на осциллографе вышла, та, которая должна была выйти. Я, ну, все ржали, потому что там человек 20 вокруг было, и все стояли, и смотрят, как я, а я пел что-то, ходил там кругами, пел. Вот, и они говорят, ну, бывают. Да, ну, это радость, конечно. Радость, конечно, хорошо. Довлетворение получить от работы. Ну, что же, хорошо, но вы, как сказать, чего вы ждете вот от новой профессии вообще? Вот, что-то такое, есть какое-то ожидание? Чего бы вы хотели? Я бы хотела работать по профессии, по той специальности, которую я здесь получила, потому что... Чайку. О, как интересно. Да, да, у вас тоже вот есть. Спасибо. Там партнер, компьютер-скул. Покажите, ребята, кружечка красивая. Вот, пожалуйста, все. А я уже, понимаете, как ученическая, а я уже как аксакал под чинарой. Это у вас чинарой или вы в Узбекистане? Наверное, в Узбекистане. Ну, неважно, вот мы как под чинарой там, или под сексаулом-то никто чай не пьет. Я не знаю. Неважно. Друзья, под чинарой такой. Да, вот. Хотелось бы, конечно, заняться чем-то интересным, потому что тестер Quality Shorts, есть много разных, да, здесь сфер. Мне бы хотелось бы чем-то интересным конкретно заниматься, а не так, чтобы вот эта работа, любую работу взять и работать, как бы. Мне бы хотелось бы, чтобы работа мне доставляла удовольствие конкретное. Ну, первая работа есть первая работа, а дальше вы, знаете, более переборчивые, так надо с чего-то начать, конечно. А вот муж ваш, он, как бы, такой человек, видимо, хороший, серьезный инженер, если по рабочей визе его привезли и так далее. Он вот за вашим этим усилием наблюдает как-то так отстраненно, или он тоже вот, ну, как-то вовлечен? Ну, не сказать вовлечен, но мотивирует он меня очень хорошо, конечно. Ну, мы не можем его подвести, Дина, мы не можем, что же такое-то, мы в ответе за тех, кто нас приручает. Да, да. Как ты как сказал? Поэтому он мотивирует меня каждый раз, когда, бывают случаи, когда я уже все, я не знаю, что делать, там еще что-нибудь, такие слова, и он такой, нет, давай, давай дальше. Друзья, если кто-то знает, где в Америке купить конину, вы напишите в комментариях, потому что вот мы с Диной сейчас разговаривали перед началом, и выясняли, что конины нет нигде. Да. А иногда хочется. Да, очень хочется. Правда? Да. Вот. Слушайте, а конина, если вот в Казахстане, например, мясо дешевле, чем, например, говядина или баранина, вот по цене, какое мясо дешевле, какое дороже? В одинаковом качестве. Самое дорогое, наверное, конина, это мясо. Да? Да. Мясо конины, потом идет говядина и баранина. Но это не любую конину, в смысле, не любую породу лошадей можно есть, или как-то специально разводят на еду коней, или вот там можно скакать, а можно и скушать. Нет, 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 кажется, я не уверена, конечно, в своем ответе сейчас, но, по-моему, есть отдельные породы, которые можно на конину отправить. А вот, например, кумыс, там у вас пьют кумыс? Да, обязательно. А хочется кумыс в Америке? Конечно, хочется. А есть где-нибудь кумыс? Нет, нет кумыс, но я заметила, там есть магазины, где продают айран, так и пишутся, айран, это, по-моему, турецкая, может быть, да, напоминает. А есть же вот иранские магазины много? Да, вот в таких магазинах продают как раз. А есть какие-то места, где вот халяльную еду продают? Да, есть. И там нет конины? Нет. А потому что конину едят только, по-моему, монголы, казахи и... Татары, мне кажется. Татары, по-моему, да. Вот, по-моему, только... То есть, например, арабы не едят конину? Вроде бы нет. Ну, ладно. Друзья, это непорядок. Так что, если кто-то хочет вот конину разводить, там есть большие возможности. Да. Страусов уже разводят. Знаете, что это про страусов? Да, я знаю. Такие фермы страусины, они там носятся, убить могут. Страусы как на бегу, может, вообще, в нашу школу снести, может, а не такие страусы. Ну, что же, давайте мы ребятам на прощание привет передадим. Мама, папа ваши где? В Кастане. Ну, они за вами следят, переживают. Конечно. Ну, давайте маме, папе привет передадим. Вот, и мужу привет передадим. Да. Я чувствую, что он должен гордиться такой ласточкой хорошей. Вот думает, их, говорит, какую из Казахстана привез, ни у кого такой нет. Правда? Наверное. Ну, наверное, а что же? Хорошо, давайте мы будем за вашими победами наблюдать. Вы как начнете работать немножко? Да? Вы нам расскажете. Хорошо. Ладно? То есть, мы как бы берем обязательства потом рассказать, как и что. Давайте мы напоследок, так вот, вот вы правой рукой, а я левый, так, чтобы поместились. Значит, мы так вот машем и говорим пока. Пока-пока. Счастливо. 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 Продолжение следует...